В Хасавьурте с началом 2018 года свою профилактическую деятельность развернула межведомственная лекторская группа, созданная при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавьурт. В среднеобразовательной школе номер 17 лекторская группа в составе представителей администрации провели беседу с родителями учащихся, где были затронуты ряд вопросов о духовно-нравственном воспитании, занятости детей во внеурочное время, а также об идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Первым перед присутствующими выступил заместитель председателя межведомственной лекторской группы Раджаб Гинджаев. Данная группа создана была с целью того, чтобы немножко улучшить качество жизни, деятельности нашей будущей молодежи или как бы дать предложение вам, родителям, немножко сделать усиленный контроль над вашими детьми. Проблемы существуют в городе разные, как по теме экстремизма, терроризма, так и наркомании. Очень много идет употребления, как насвая, шпак, если вы слышали такие названия, которые приносят вред здоровью в первую очередь нашему будущему поколению. Наши межведомственные группы, как лекторские группы, принимают участие члены, как управление спорта с отделом молодежи, представители наркоконтроля, есть духовное управление, есть по делам несовершеннолетним, как огласили. И каждый из выступающих, они будут озвучивать вам основную тему, в которой складывается сегодня наша проблема. Будут высказаны предложения, которые будут исходить к вам с просьбой на то, чтобы вы уделили внимание большую часть времени своим детям. Сегодня много времени уходит на заработки, стараемся улучшить качество нашей жизни, но просьбы не оставлять в стороне наших детей. Это основное наше преимущество, это наше будущее поколение, если мы будем оставлять их без присмотра, что будет в будущем, одному Всевышнему известно. Поэтому мы должны стараться больше уделять внимание. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся рейдовые мероприятия в целях профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных подростков. Главной задачей семьи, образовательных учреждений и молодежных центров является воспитание человека с благим нравом. Все эти важные для каждого человека темы затронула главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Марьям Гебекова. В большинстве своем взрослые, они уже достаточно умны и сформированы психологически, чтобы понимать, какая ответственность и какие последствия последуют после какого-либо проступка. А дети наши, к сожалению, как маленькие, так и подростки, они не всегда умеют анализировать ситуацию и понимать, что за этим последует. У девочек вот это понимание где-то к 18 годам только формируется, у мальчиков еще позже к 20. И если ребенок попадает под влияние какого-то лидера или взрослого человека, который в царестной цели какие-то преследует, или воспринимает от своих ровесников как какое-то правонарушение, как какую-то такую опасную стросюжетную игру больше, а не то, что он делает что-то нехорошее, он не понимает, что на что он себя обрекает. Чаще всего дети, которые были даже по незначительным каким-то статьям, даже не скажу, осуждены условно или там еще что-то, просто была какая-то административная ответственность, чаще всего из этих детей, к сожалению, потом вырастают взрослые, которые также идут по этому пути. Каждый учебный год администрации города утверждается новый план работы лекторской группы в общеобразовательных учебных заведениях. Присутствующий заместитель начальника наркоконтроля Руслан Камалов пояснил, что главной целью встреч со школьниками служит разъяснение того, что применение наркотических и спиртных средств имеют пагубные последствия. Серьезная проблема, в Курдагестане довольно такая исламская республика, ислам так развивается, ну и параллельно, большими шагами развивается наркомания. Особенно подростковая. Раньше, например, наркоман, 18-20 лет и больше, да, уже взрывый человек становился наркоманом, а сейчас уже дети начинают это все пробовать. Уже и 14 лет, и 15 лет, и 13 лет, если факт, и даже молодцы. Может быть, она сейчас вроде бы, я бы сказал, что она так открытую продается, но все равно она доступна, потому что у нас в отделе работает, например, 5-6 оперов, мы обслуживаем Хасоверт, Хасовцевский район, Казбековский, Новолагский, Кумбетовский, Ботовский. Если волон родственников, ну у них, помимо наркомании, еще волон других проблем есть. А у нас отдельный орган, который только будет с этим. И полностью перекрыть все, это невозможно просто-напросто. Есть даже страны, где там вплоть до смертной казни есть, но однако все равно там тоже на торговле подсыхают. Без вашего жесткого контроля детям очень будет тяжело будет. Объяснять, контролировать, занять его чем-то, привить ему, чтобы он... Если у человека цели нет в жизни, вот цель, да, вот, например, ребенок, ну какая цель может быть, да, там, спортом, чем-то заняться, там, какие-то высоты достичь, учебу закончить. Она не будет одна цель, да, все равно по чуть-чуть, по чуть-чуть. Одну цель дадутся, тогда уже дальше, уже... Это все вы должны объяснить. И побольше разговаривать. Как я сейчас сказала, разговаривать надо с ними. Если вы с ними разговаривать не будете, вы не поймете, что у него в душе творится, о чем он думает, какие его интересы. Специалистами было сказано, что при приобретении или употреблении наркотических веществ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, влечет за собой либо административную, либо уголовную ответственность полной мере. В планах лекторской группы множество посещений учебных заведений города, так как тема наркомании и терроризма не перестает быть актуальной последние два десятка лет. Лекторская группа будет продолжать свою деятельность, дабы предостеречь подрастающее поколение от современного недуга.